В Москве простились с режиссером Александром Стефановичем, скончавшимся от последствий коронавируса. Людей на церемонии прощания было немного. Экс-супруга Стефановича Алла Пугачева тоже не пришла. Прощание проходило в Центральном доме кинематографистов. Похоронили режиссера на Троекуровском кладбище. У режиссера осталась 96-летняя мать. Она тоже не была на прощании. Друзья режиссера объяснили, что пожилая женщина осталась дома из-за возраста и эпидемиологической ситуации. На церемонии присутствовал друг Стефановича, художник, Ника Сафронов с сыном. Он рассказал, что Стефанович не успел привиться от COVID-19. Александр всегда был позитивным человеком, патриотом, переживал за происходящее в стране. Но вот не привился от коронавируса. А ведь у людей в его возрасте есть свои проблемы со здоровьем. Напомним, в начале июня Стефановича госпитализировали с коронавирусом. До этого режиссер лечился дома, принимал лекарства, выполнял рекомендации врача. В больницу Стефанович не собирался, но температура и кашель держались. Потом начались проблемы с дыханием. Тогда Стефанович согласился на госпитализацию. Но время было упущено. У 76-летнего режиссера было поражено 50% легких, а вскоре уже 70%. Течение болезни осложнили сопутствующие возрасту заболевания. Стефанович и Пугачёва были женаты с 1977 по 1981 годы. После развода режиссер рассказывал, что именно он придумал сценический образ Пугачёвой. Хотя еще до замужества Примадонна уже получила гран-принц «Золотого орфея» с песней «Орликина» и выступала с сольными концертами. По словам Пугачёвой, многое из того, что говорил Стефанович в интервью, не соответствовало действительности. То же самое певица говорила и о фильме Степановича «Кураж», который он снял, чтобы рассказать о времени, проведенном с Пугачёвой. В последние годы бывшие супруги не общались.